АПЛОДИСМЕНТЫ Как показывает мировая статистика, подавляющее большинство мужчин не против того, чтобы их избранница зарабатывала больше. То есть все они готовы стать иждивенцами, говоря грубо, альфонсами. И совсем не редкость, когда даже 20-30-летние дамочки оплачивают счета своих кавалеров. Роль идеального аксессуара для дам, по-видимому, не вызывает протеста у современных мужчин. Присосавшихся к женскому кошельку становится все больше, а их аппетиты все умереннее. Вовсе не обязательно получать от своей покровительницы сверхдорогих подарков. Многих вполне устраивает 12 тысяч рублей в месяц. Плюс питание. Плюс так называемый соцпакет. То есть бесплатное лечение в случае болезни. Так что скромная зарплата и должность женщины не являются страховкой от встречи с альфонсом. Он всегда найдет, чем поживиться. Итак, сегодня мы поговорим о мужчинах. Нет, о женщинах, которые готовы содержать мужчин. У нас в гостях врач-психоаналитик Наталья Толстая. Здравствуйте. Наталья, вот ваши клиенты или клиентки, правильно, да, это те самые женщины, которые, скажем так, помогают мужчинам в тяжелые годы, времена? Какой хороший вопрос. Ахах, у нас плохих нет вопросов. Времена всегда одинаковые, люди разные, и помогать мужчинам, я считаю, нужно. Ну, а есть такие клиенты? Ну, конечно, безусловно. Их много, особенно в последнее время. В связи с кризисом их огромное количество. Больше 80% пациентов, клиентов, которые приходят, они чаще всего содержат своего мужчину. А скажите, пожалуйста, основываясь на вашем опыте, вот как чаще бывает-то? Это когда вот состоятельная женщина сама ищет Альфонса, или Альфонс на охоте состоятельного женщины? Тут очень интересная тема. Да нет, наверное, они поруются как-то. Просто Альфонс не может быть рядом с той женщиной, у которой совсем нет денег, правильно? Наверное. Поэтому перед тем, как найти Альфонса, женщина довольно долго учится, проходит какой-то свой жизненный путь, набивает шишки, зарабатывает себе статус, начинает зарабатывать неплохо и начинает отсортировать, что главное, что второстепенное. И иногда понимает то, что если рядом с тобой успешный и прекрасный нет мужчины, то главного счастья-то нет. Ага, я понял. И тогда появляется человек, которому, возможно, нужно помочь. Кто-то учится еще. А то есть это чистая благотворительность? Нет, не чистая. Не чистая. А вот Альфонсами чаще всего становятся какие? Вот высокие такие накаченные красавцы? Ой, разные, ой, разные. Нет, нет такие? Вытует такое мнение, что Альфонс это обязательно такой послушный, такой мальчик-красавчик, такой мальчик, красивый, нарядный, который слушается, который любые ее бантики и характеры воспринимает как угодно, только чтобы она не плакала. А на самом деле? А на самом деле, чем Альфонс может держать такую женщину, никогда не предсказывает. Он не нежный, так и обаятельный. Кто-то может наоборот, все слушаются ее, а он только он управляет ей, он может капризничать и говорить, в любую секунду, если ты мне это не дашь, я уйду. Много разных вариантов. Но чаще всего Альфонс это мужчина, который все-таки следит за собой, и с ним приятно выйти в общество. Ну, замечательно все-таки, да? Хорошо, что вот все женщины, конечно, любят вот этих следящих за собой, нежных, обаятельных. Жалко только, что у таких мужчин, мужчин уже давно есть мужчины, я вам так говорю. Чаще всего. У нас в студии присутствует гость, писатель Юлия Шилова. Юлия вообще считает Альфонсов эгоистами и профессиональных жиголов, вернее, к профессиональным жиголов, да, вы относитесь, относитесь еще и мужей-неудачников, которые все взваливают на хрупкие женские плечи. Ну, смотрите, видите, Анатолия как терпимая. Я просто слышала, что Наташа сказала про бабское счастье, считаю, что ни один Альфонс никогда, ни одной женщине, даже понятие счастья Альфонса это несовместимо, по той причине, что Альфонс, ну, это мужчина-тунеядец, это разновидность и яца, который паразитирует за счет женщины, питается не только ее деньгами, но ее жизненными силами, и, в общем-то, это мужчина, который понижает самооценку женщины. По той причине, что согласиться на подобные отношения, это равносильно, что расписаться в собственной несостоятельности. А женщине? Конечно. Вы сейчас говорите о женщине. Да, эта женщина расписывается в собственной несостоятельности и говорит, что на другие отношения она просто не способна. Я считаю, что невозможно любить, продаваясь или покупая. Это не... к любви это никакого отношения... Отвести-ка на шею, Юли. Мы, видимо, говорим на разных языках и не понимаем самого понятия, что такое Альфонс. Мужчина, который может зарабатывать меньше, чем женщина, правильно? Нет, 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 нет. Это не Альфонс, Наташа, это не Альфонс. Альфонс это мужчина, который сидит на шее в женщине. Хорошо. Который зарабатывает совсем другим местом, но ни в коем случае не мозгами. У нас это место бывает важным для некоторых женщин, я вам должен сказать. Ну, кстати, женщины делают мужчины именно за это место, потому что, я считаю, если захотеть, всегда найдется мужчина с верхней головой, ногами и руками, которые он всегда может заработать. Пусть не так много, как женщина. Но забыли еще одно место. Вы сходили, голова, руки, ноги, а альфонсами становится, вероятно, по другой причине. Да, я думаю, что... Женщины, вернее, делают людей альфонсами, мужчинами. Вот, к сожалению, вот, вы знаете, вот такое восприятие мужчины, мы сами плодим альфонсов. Вот. Мы сами порождаем, мы видели мужчин, и потом говорим, нет настоящих мужчин. Извините, я хочу внести поправку, чтобы, может быть, вы неправильно поняли тему программы. Мы говорим на разных языках, да. Мы говорим сегодня об альфонсах, о людях, которые продают себя, причем чаще всего сейчас в кризис вообще не стесняясь, понимая, что это сексуальные утехи и так далее и там подобное. Но я не говорю о этих мальчиках, которые там водят состоятельные женщины. Давайте это... Вот я человек прав. Вот, да, я правильно понимаю? Я человек прав, абсолютно. И альфонс это человек, который у женщины на содержании. По какой причине вы сейчас не рассматриваете? Вот давайте разделим мужчин на три типа. Есть мужчина-воин. Вот он воевал всю жизнь в горячих точках, по нему танками проезжали. Он воевал за эту страну и в настоящий момент не может устроиться на работу. Он вынужден, альфонс, у своей любимой женщины. Мы идем к матриархату, на секунду, мы идем к матриархату, да, все женщины сидят на хороших постах, нормальный статус, хорошо выглядит. А кто вам сказал, что мы идем к матриархату? Ну, все газеты пестрят, эльфонс. Я вообще по-другому. Абсолютно. Вот мы просто говорим на разных языках. Вот где вы у нас. Я все понимаю, да. Особенно те, которые не зарабатывают. Вот, хорошо, это вынужденный альфонсизм. Есть мужчина-домашний хозяин, который любит быт и уют. Вот они дети, женщина может больше, чем он. Зачем же тогда ему идти на копеек, не с утра до ночи ходить, когда он занимается домом, хозяйством, ремонтом, пишет книги. Это не альфонс, это домашний хозяин. Это ваш огород сейчас. Да, дальше. И есть мужчина-нарцисс. Вот давайте мы сейчас говорим только о нарциссе. Не только о нарциссе. Нет, 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 Наташа. Нарцисс, который может прийти в гримёрку где-то там на съемках и сказать, у вас нет состоятельной клиентки, которую я хотела бы мне отжать. Нет, это вы сейчас рассказали про идиота. Пришёл в гримёрку, нарцисс, голова с лицом, девчонки заваляющие, богатые. Мужчина, который боевал в горячих точках, у него как никогда развито чувство собственного достоинства. Никогда подобный мужчина не будет находиться на содержании женщин. Вот раскис он. Потому что это мужчина. Юлия, я реально работаю. Я работаю каждый день. Я реально вижу успешных, состоятельных мужчин, которые сейчас раскисают. Что теперь? Повыбрасывать их из дома, если он не зарабатывает? Нет, простите. Мужчина, это может быть временно. Бывает мужчина неудачник, которому можно помочь, которому можно понять его проблемы. А бывает хронический альфон, который лежит на диване, ему незачем ничего делать. Он ничего не делает по дому. Женщина работает на трёх работах. Она приходит, она всё убирает. Она готовит вот этот настоящий тунеядец, это альфон, с которым помимо этого понижается наценка женщины. Понимаешь, она мамочка-квочка, ей надо ему приносить таблеточки, ей надо приносить таблеточки. Никто не спорит, только вот этот мальчик, который надо приносить таблеточки, должен хотя бы пойти, принести какую-то денежку. Кому он задолжал? Юлия Наталья, брейк! А на секундочку, я понял, мы говорим о разных вещах, вы говорите о разных вещах. Давайте разделим. Давайте. Муж, я не хочу говорить неудачник или луза, я не хочу это говорить, но муж, который лежит на диване, отъел вот такой, ну, в общем, понятно, что... Домашний альфон. Да, и как бы, и еще ноет. А жена его кормит, это одна, одна категория. И женщина виновата в том, что он лежит. Это уже вы сейчас в другую тему, Юля, ушли. Подождите, это первая категория, давайте с категориями обвинем. Домашний альфон. Ищут богатых женщин, ну, вернее, обеспеченных женщин, которые, значит... Для комфортной жизни. Их содержит. Так вот, меня очень интересует, Наталья, именно ваше мнение, как психолога, психотерапевт, врача практически. Да, врача. Скажите, пожалуйста, а какая, ну, так как вы относитесь хорошо и к тем и к другим, вот, какая разница между альфонсом, который наметил цель в клубе, или же его уволили с работы, он был топ-менеджером, и между 20 лет муж или 20 лет муж, лежит на диване, жена за него пашет, ну, не знаю, любовь там, не любовь. Бутылочки, да, телевизор, вискарик, да. Бутылочки, пульты есть всегда. Понимаешь, много телевизоров даже, если... Это что, не альфонс? Стоп, разница какая. А в том-то и дело, что психология, вот, штампы, штампы, штампы везде. Я говорю о любви. Почему женщина, которая любит, не может помочь мужчине получить образование? Что значит помочь? Заплатить за его учебу. Это пожалуйста. Если они любят друг друга, но не может он заплатить. Вот эта домашняя категория альфонсов, которые лежат на диване, это уже такие альфонсы, вот, где-то он работал, временно он не может найти работу. А вот то, что мы говорим, вот это именно самая циничная категория мужчин, вот эти молоденькие мальчики, которые совершенно сознательно ищут себе обеспеченных женщин. Обратите внимание, женщины почему-то их берут. Да вы знаете, вот, к сожалению, вот наши женщины, проблема наших женщин, то, что они боятся женского одиночества. Вот и все. Потому что вот мы всегда кричим, настоящих мужиков нет. Настоящие мужчины, слава богу, есть. Это не наша проблема, это проблема во всем мире, поверьте. Опять штампы, опять штампы. И тот, который лежит на диване с мамоном. Разрушки наши штампы. И тот, который лежит с мамоном, он все равно любимый, куда ж его дети, ну, поменять на кого-то другого, наверняка у нее где-то есть на выход. Во-вторых, если женщина вот с таким прессом, и она платит этим мальчикам, она на прием к врачу не приходит. Но это отношение без будущего. Это путь в никуда. Вы говорите о самой будущей истории. Они до первого утра, пока он не найдет себе другого. Одна покупает, другой продается, который не приходит на прием к психологу. Вы спрашиваете у меня, может ли это женщина быть счастливой? Если это товаро-рыночные отношения, какая может быть здесь любовь? Подожди, мы берем у мужчин не только деньги обычно. Какие деньги? Мы сейчас говорим обратно. Мы сейчас речи против любого. Давайте это брак. Давайте это брак. У женского, что мужского. Брак это равноправие. Это два партнера, которые идут по жизни, и каждый приносит свою долю. Какую долю? Мы все ищем мужчин, за которого можно спрятаться за спину от людской молодости. Мы все ищем мужчин, чтобы спрятаться. Девчонки о наболевшем скрестнулись. Зачем? Давайте отобрать. Не на шутку. От обратного. Женщина, принимающая сторона. Я понимаю сейчас твое мышление. Принимающая сторона. Мне задолжали все. Моя основная функция деторождение. Мне должно государство, и мне должен мужчина. Ой, абсолютно. Мне никто ничего не должен. Я сама себе все должна. Тем более мужчин ничего не должен. Должна вообще мы выбрасываем. Мы кроме родителей и своих детей вообще никому ничего не должны. Государство, Родина и Вера. Все верно. Дальше. Вот есть я. Да? Есть я. Человек. Я есть. Внутренний стержень. Ты чего-то добиваешься в жизни. Ты становишься кем-то. У тебя есть какая-то материальная база, которая говорит, тем, кем ты идешь путем или нет. По жизни ты выбираешь себе попутчиков, с кем ты идешь, куда, зачем и когда. И этот человек может быть попутчиком, которого надо содержать. Далеко не уйдешь, Наташа. А у вас были альфонсы? Любая женщина будет кривить душой, если она скажет, А давайте вы не будете кривить. Давайте вы же не любая. Да, никогда у меня не было мужчины, за которого я платила. У меня был молодой человек, который мне очень нравился. У нас с ним было общее дело. Мы занимались захлеб какими-то нашими общими интересами. Проектами, назовем это так. Какими-то проектами, да. Я зарабатывала больше и не стесняясь платила деньги под столом и давала ему, когда ему нужно было. Долго это у вас продолжалось? Это продолжалось столько, сколько я посчитала нужно. До тех пор, пока я была счастлива. Елена, скажите по-разному. Мне очень развито чувство собственного достоинства. У вас не было такого. Нет, у меня таких опытов. Я вообще негативно к этому отношусь. И даже вот в фитнес-клубе подходит молодой человек, высокий, красивый, начинает знакомиться. И первое, что он спрашивает, сколько у меня комнат, какая у меня заработная плата. Вот от таких я шарахаюсь сразу. Поменяйте фитнес-клуб. Литературными критиками все хотят сразу. Поверьте мне, надо просто поменять фитнес-клуб, все будет хорошо. Нет, так самое главное, что он жалуется на то, что он не может купить абонемент, а на следующий день я вижу с дамой 60 лет, которая оплатила ему этот абонемент. Это действительно неприятное зрелище. Так, можно я вопрос задам? Одну секунду. Извините, Наташа. Юль, а скажите, пожалуйста, может... А равноправие тогда? Равноправие? Нет равноправие. Кто вам сказал? О чем речь-то? Такая большая в сказке верит. Женщина может говорить, я себя через чур уважаю, платить за меня. Женщина может хапнуть эмоции. Вы заражены идеями феминизма, я так понимаю? Боже упаси. Так хорошо. Я люблю мужчин. И вот эта вот тактика, она вот сейчас, в настоящий момент процветает везде. Вот этот штамп мужчина мне должен. Мужчина должен мне эмоции. Ты никто не говорит, что он должен мне. Мужчина должен мне денег. Это слово штамп штамп штамп. Нету штамп. Деньги, денег, денег, обязательно. Он мне, а не я ему. Люди должны отдавать им эмоции. Юля, вам мужчина деньги должен? Никто, я привыкла. Даже какой-нибудь редактор какого-то издательства вам не должен? Юленька, с тобой все. Абсолютно. Абсолютно. А мне нравятся мужчины-лидеры. Можно я вопрос задам, Юля? Мужчина в прошлом. Можно я задам вопрос? Деньги, подождите. Юль, а может быть в какой-то мере, правда, мне это интересно. Хотелось бы, чтобы пошли, что ли, посмотрели на эту проблему. А может быть в какой-то мере, правда, альфонсы выполняют роль психоаналитиков для одиноких женщин? Ну, не секрет, что у нас, как бы, общество такое. Очень много одиноких женщин, правда, реально много. Может быть, это даже полезно, ну, если не считать вот эти криминальные случаи, да, которые случаются. Может, это хорошо? Да очень плохо, Тигран. Потому что они на корню уничтожают женскую самооценку. Потому что... Или поднимают. Ни в коем случае не поднимают. Он рассказывает, какая у тебя брошка. Он в курсе всех твоих дел. Он тебя поднимает на педестал и говорит, ты лучше, иди, иди. Какая ты красивая стойничка. Только завтра строят ему перекрытие. Стой, 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 стой. У них такса есть, все нормально. Правильно? Нет, Юль, вы не согласны со мной. Нет, я полностью не согласна. И вообще это социальное явление, и я категорически против вот таких мужчинок. Другого слова у меня по отношению к нему нет. Всех их на Курский вокзал, и пусть они сидят и плачут на рельсах. И ради бога пусть сидят, потому что настоящий мужчина не будет плакать на рельсах. Он всегда поднимется, он сильнее обстоятельствует. Вот он, где все разумное зерно. Мальчику с песочницей не разрешают плакать. Мальчик воюет. Мальчик очень много проходит свой жизненный путь. Почему у вас все время кажется, что мальчики воюют? Очень маленькое количество, процент людей воюет вообще во всем мире. Другое то, что не воевала, и то, что отмазалась от армии, вот это уже полусамки. То есть отмазалась от армии. Полусамки с такой же психологией, которые говорят, что мне можно брать у женщины. И если женщина идет на эти отношения, никто свечку ей держал. То есть вы представляете себе, извините, мужчину, который пролил кровь, вернулся в большой город и сказал... Это ерунда. Наталья, идите сюда. Вы? Да. Я кровь проливал. Ну? Теперь поселите, пропишите меня у себя. Я не уверен, что у нас с вами что-то получится, Наталья. Одна из тактик пикапа. Оденьте меня с ног. Как у себя? Что при чем тут он? Какая-то женщина на эту тактику поведется. Да, да, да. И он будет жить. И так получилось, что я придумал новую тактику. Да, это одна из тактик пикапа. Вы ее не придумали, она есть. Она есть, да. Я использовал ее в 1934 году. В Детройте. Юль, скажите, пожалуйста, а хорошо, мужчины это против, а женщины, которые продают? Я же говорю, я отношусь негативно к любому виду содержания. Потому что я считаю, что любая женщина, если она продается, ну это не любовь. У вас есть муж? Да, конечно. Да, то все хорошо. Все отлично, все замечательно. У меня вообще не выбрали. Никто не считается, кто больше заработал. Никто не продает, никто никого не покупает. Мы просто, ну как бы, мы создаем друг другу как материальный, так и душевный комфорт. Вот и все. У нас нет семьи разницы. Кто больше, кто меньше, каждая есть любовь. Тогда появляется ячейка мы. Иногда бывает, что женщина зарабатывает больше, или работает только она. И тогда вот, когда есть мы, знаете, женщина в настоящий момент просто не готова к матриархату. Женщина, вот мы идем к нему, да? Нас все говорят... Чем ему нужен матриархат? Да не нужен ему, не нужен. Но на настоящий момент так получается, что женщине проще устроиться на работу. Что женщина учится и сидит и выбирает, и все на свете, все тоже делает так. А мужчина везде кислород закрыт. То же самое. Но только когда что-то происходит, женщина может дать мужскую реакцию, а мужчина не может дать мужскую реакцию. Никогда. Он не может раскиснуть, он не может остаться без денег, и если он остался без денег, он альфонс. Вы как-то мужчину рассматриваете как слабый пол, я не очень понимаю. Это сильный пол. Вы не обратите внимание, что Наталья поставит сказать, что мы идем к матриархату. Да не идем мы никакого матриархата. Мы никогда не придем. Я считаю, что сейчас очень много женщин, которые говорят, я сама, я сама это я без бога. И в чем мы отличаемся от мужчин? Когда мужчина содержит женщину, он получает удовольствие от того, что он ее вывез на море, он купил ей духи в дьюти фри. Она такая вся, и вот сейчас ей, ну где ты там, папа, ну вот по пути. То есть подешевле нашел. Ну по пути где-то купил. А женщина такая же, которая содержит своего мужчину, она раз купила духи, свозила на море, два, и через полтора года все равно приходит к ней вот это чувство, что ей что-то не додали. Конфликт происходит со всеми на том, что она... И что в результате? И чаще всего такие браки распадаются. Но я видела несколько очень благополучных браков, когда мужчина и женщина сходились, она его одела, отучила, устроила на работу, и сейчас не получают точно так же. Никого он не нашел, а живут они вместе замечательно. Ну как они живут, это в потемке, правильно? На самом деле, никто не знает. Но это вы говорите в воздух. А у кого мы смотрим, как живут другие люди? И вы говорите, что хорошо живете. Откуда мы знаем, хорошо или нет? Просто так получается. А мы хотели забыть поверить, вы мне ее любите. Вы доказываете, что брак с Альфонсом бывает удачным. Я очень-очень это... Так вы сами только что сказали, что... Женщина душа, которая будет не на месте и будет неспокойна, потому что ее любят за деньги. Стоит этой женщине потерять финансовую независимость, ее любимый Альфонс быстро найдет ту, с которой можно получить побольше и никаких отношений здесь есть. Хорошо, а можно по-другому? А если он искренне любит, но у него нет денег? Да, вот как раз искренне любит, он в любом случае не будет жить на содержание. Он пойдет работать, пусть он будет получать меньше. Но это будет действительно настоящий брак. И все равно общество его заклейнить тем, что он Альфонс. И все равно женщина будет чувствовать, что ей что-то недодали. И все равно будут... Кому сейчас интересно вообще, что не знает это общество? Мне кажется, никому абсолютно общественное мнение. Ну, Олег, ты именно не говоришь. Дело в том, что любовь и альфонсизм, это как раз Альфонсиада. Больше, больше, больше взаимосвязанные вещи. Любовь бывает пятиуровневая, да, бывает только низшая, а бывает вся, и отношение к животным, и отношение к творцу, и общие цели, и все остальное. Так вот Альфонс, который не зарабатывает, он знает все женские цели, с ним интересно, он развлекает. И в любом случае, мужчина, который работает... Я буду без славы, да, есть тут мужчина, который сидит дома с ловеднями, развлекает. Его надо покормить, попоить, ему надо принести, он будет развлекать. А он странцует. Он тебя сам развлечет. Вот таких вот развлечений. Натас, извините, вы знаете, вот смотрите, какая странная штука, стала ли женщина жертвой обмана, или сознательно связалась с Альфонсом, да? В любом случае, в результате какое-то разочарование, поход к психоаналитику, и как-то складывается впечатление, что у вас-то с Альфонсами один бизнес. Почему? Ну, вы постоянно в наваре, по-любому. Люди все равно приходят к вам, сдаются, спрашивают, а что делать? Ну, знаете, давайте по-другому. Сейчас, в наше тяжелое время, половина людей плачет на кухне, уже самостоятельно никуда не ходят. А те, которые все-таки пришли к специалисту, альфонсы их интересуют меньше всего. Сейчас люди теряют больше, да? Я обычно рекомендую вот сходить на похороны вдвоем. Автоматически все приходит на свои места. Да, вы знаете, деньги считать, это вот некрасиво вписываются деньги в сюжет человеческой жизни. А зачем похороны? А потому что очень быстро мозги становится на место. Особенно к знакомым, особенно вдвоем. Вот говорят, уходит страсть. Вот женщина начинает упрекать чем-то, да? А почему мужчина не упрекает женщину? Почему он все время... Вот любой мужчина должен быть добрым, терпимым, щедрым, мягким, ласковым, всепрощающим. А женщина нет. Почему женщина может подслушивать, делать то, что... Такие вещи, которые мужчине не позволено делать. И при этом, если она зарабатывает больше, она должна выгнать любимого мужчину на улицу, потому что все окружающие скажут, ты живешь с альфонсом. И она начнет рыдать на диване. Зачем это? Я понял, мужики. Все мужики. Вот наша заступница. Вот. Вот. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо. Мы уже привыкли все списывать на кризис. Это он виноват, что стало больше мошенников, неудачников, альфонсов. На самом деле, кризис не меняет людей. Он всего лишь проявляет некоторые их качества, которые раньше удавалось скрывать. И сегодня, хочешь не хочешь, приходится многому учиться. В том числе, учиться лучше разбираться в себе и людях, которые рядом с нами. Думаю, когда кризис кончится, эта наука нам очень пригодится. И тогда наше завтра станет лучше, чем сегодня. С вами был Тигран Киосаян. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok